Подавать тепло в квартире горожан перестают, когда среднесуточная температура в течение пяти дней держится на отметке плюс 8 градусов. В Красноярске ориентировочно такой момент наступит 25 мая. Первыми под отключение горячего водоснабжения попадут потребители ТЭЦ-1. У них вода в кранах пропадет сразу на 6 суток. Вторая волна отключения пройдет уже в августе. Однократно без воды останутся районы города, получающие тепло от ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3. Это произойдет в период с конца июня и до конца июля. Потребители небольших котельных смогут ознакомиться с графиком отключения в ближайшее время на сайте администрации Красноярска. В ходе совещания Эдхам Акбулатов настоял, чтобы прекращение водоснабжения не повлияло на проведение летних общегородских мероприятий. Мы должны сделать это так, чтобы максимально комфортными были бы сроки этих отключений для горожан. У нас начинаются в ближайшее время выпускные вечера. У нас в этом году День города объединен с фестивалем стран Азиатско-Тихоокеанского региона. И безусловно, вот в эти знаковые события важно сделать так, чтобы у нас, так сказать, график отключения учитывал, что такие мероприятия в городе будут проводиться. Свои коррективы в планы коммунальщиков и городских служб еще может внести погода. По данным синоптиков, на 24-25 число приходится небольшое похолодание и дождь. Для сравнения, в прошлом году отопительный сезон завершился 18 мая. 24 числа уже будет осуществляться постепенное похолодание, но мы рассчитываем, что все-таки еще среднесущная температура 9-10 градусов по нашим расчетам должна сохраниться в районе 9-10 градусов. То есть дневные температуры ночные 5-7, дневные 13-15. Значит, изменения также будут сопровождаться небольшим дождем. 25-го и 26-го есть вероятность понижения среднесущных температур до 6 градусов. В целом, отопительный сезон, по оценке специалистов, прошел спокойно. За весь период с жалобами на холодные батареи обратились около 4 тысяч жителей Красноярска. Все порывы и аварии на сетях удавалось ликвидировать без серьезных последствий. Большая часть звонков от горожан, поступивших в службу 205, касалась перебоев с электро, а не теплоснабжением. Максимальное количество отключений подачи электрической энергии было по Октябрьскому району. В связи с большим количеством отключений в отопительный период в отдел 205 поступило 133 тысячи обращений граждан. Максимальное количество обращений поступило по вопросам электроснабжения – более 100 тысяч. Сразу после окончания отопительного сезона начнутся гидравлические испытания и ремонт труб. В Красноярске почти 2000 километров сетей. Они разделены между несколькими компаниями. Многие из них уже представили свои планы по ремонту на лето. Наиболее продолжительный у нас период будет занимать работа по Солнечному. Там 14 суток, потому что гидравлические испытания сразу перейдут в ремонтные работы. Остальное все в рамках. Остальные первая, вторая, третья котельные в районе 10 суток. Уже приступили к прочистке тепловых сетей в многоэтажках и представители жилфонда. Все работы должны завершиться к сентябрю. Традиционно отопительный сезон в Красноярске начинается в середине первого осеннего месяца. Сергей Сеславин, Максим Галат. Новости.